Добрый день, дорогие друзья! Признаки, что вам не хватает железа. Важно поддерживать нормальный уровень гемоглобина, поэтому необходимо достаточное количество железа в организме. Железо в нашем организме доставляет кислород к органам и системам и удаляет от углекислый газ. А как понять, в норме гемоглобин или нет? Какие симптомы должны нас насторожить? Первое. Сонливость. Если вы спите, как всегда, привычное количество часов, но чувствуете себя все более усталым, если вас клонит в сон днем, если в выходные, выспавшись, нет прилива сил, то это тревожный звонок. Проблемы с концентрацией внимания. Вы читаете, например, кулинарный рецепт. Идете к холодильнику, достать нужные продукты. И тут понимаете, что вы не помните и половину списка. Также вы обнаруживаете, что идете к коллеге, но забыли, что хотите спросить. Или же смотрите фильм, но через час не можете рассказать, о чем он. Срочно бегом к врачу. Геофагия. Это значит периодическое желание немедленно слопать что-то несъедобное. Например, землю, песок, мел. Не важно. Если вы не беременны, касается, естественно, женщин, в этом состоянии такие вещи в норме, то это должно вас очень насторожить. Одышка. Догнали автобус, потом полчаса не можете отдышаться. Глотаете воздух, голова кружится. Органам не хватает кислорода. Очень бледная кожа. Аристократическая бледность, как часто говорят. А еще есть белокожие от природы люди. Проверить, нет ли тут опасности, просто. Если после занятий в спортзале или после любой физической нагрузки щеки покраснеют, все в порядке. А если вы останетесь мраморно-белыми, то это тревога. Непонятные боли в мышцах. Знакомы были вы ощущения, которые появляются после хорошей такой нагрузки. А при нехватке железа такие боли могут возникнуть просто так, как говорится, на ровном месте. Так что, если вы провалялись целый день на диване, а на утро чувствуете так, словно разгружали вагоны, быстренько на анализ крови. Ломкие ногти. Самый стильный маникюр не может скрыть ломкие, тонкие ногти, если у вас дефицит железа в организме. И уж совсем тревожно, если вы отмечаете впадинки такие, ложкообразные углубления на ногтях. Далее, частые инфекции. Низкий гемоглобин может являться причиной частых простуд. Не надо никого винить за открытое окно или включенный кондиционер в офисе. Просто проверьте свое здоровье. Синдром беспокойных ног. Если не можете сидеть спокойно за столом, а постоянно перекладываете, скажем, одну ногу на другую, затем обратно, скручиваете их в канат, приставляете то ближе, то дальше. Это как раз один из симптомов нехватки железа. Холодные ладони и стопы. Если на улице жарко, а у вас холодные или прям ледяные руки, вы не можете заснуть, потому что никак не согреться, то этого явления быть не должно. Посткриптон важно. Если вы курите, то железо у вас всегда в норме. Или, возможно, даже повышено. Простая причина. Организм, задыхаясь в дыму, получает команду от главного компьютера «все наверх». Кислорода нет. И усиливает выработку гемоглобина. Но это значит, не все в порядке, сэр. При встрече с никотином в крови клетки гемоглобина просто портятся и не могут транспортировать кислород. Однако анализ крови не способен отличить работающую клеточку гемоглобина от неработающей. Поэтому в нем может быть даже повышенный уровень гемоглобина. А на самом деле его не хватает, его просто нет. Поэтому обязательно предупреждайте врача, что вы курите. Ну, в смысле, уже бросаете. И так ведь? На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Берегите свое здоровье. Самое ценное, что у нас есть. И тогда все будет только хорошо.